День памяти погибших в радиационных авариях Здравствуйте, уважаемые гости. Что такое для вас 26 апреля? Что и кого вы вспоминаете в этот день? Вообще, насколько для вас это день памяти или что? Прежде всего, да, это день памяти. Памяти тем, кто уже ушел из жизни в результате заболеваний, полученных от облучения. Ну и, соответственно, день встречи с теми, кто еще держится, кто еще старается поддержать свою форму, свое здоровье. Это день, как общепринято, международный день памяти всех людей, которые подверглись воздействию радиации и погибли в радиационных катастрофах. То есть мы встречаемся и вспоминаем, как это было и что в тот момент мы делали. Много вообще вашей организации, тех, кто уже ушел, действительно, по причинам в том числе? Дело в том, что наша организация, состав немножко меняется. Кто-то уезжает, меняет место жительства. Но количество ушедших уже перешло на второй десяток. То есть больше. Вы говорили, что у вас каждый год по два человека, да? Ну, статистика печальная, конечно, но в среднем, да. Так получается. То есть вот на сегодняшний день мы можем сказать, что 12 человек мы уже из состава организации потеряли безвозвратно. Сергей Леонидович, для вас что этот день значит? Ну, вот этот день, эта память, это участок жизни, кусочек жизни. И не только моей, а многих. Как вы тут же сказали, кого-то нету, кто-то еще, так сказать, бодрится, будем сказать так. Но, во всяком случае, это было, этого не отнять, это не спрятать. Поэтому, то есть, особенно те, кто там были, мы встречаемся, мы вспоминаем о тех, кого нету, и встречаемся с теми, кто есть, действительно. Потому что это действительно, эта история, это для каждого, кто там был. То есть для кого-то это просто кино. А для каждого, кто там был, это правда, это участок жизни, это какие-то там, ну, скажем, эмоции. И кто-то оторвался от семьи, кто-то там дом не достроил. Ну, то есть разные там были всякие причины, и переживания, там сказать, и чувства разные были. То есть у каждого было свое. То есть кто там был, те знают, кто понюхал эту беду оттуда. Чем занимается ваша организация? Основная какая-то задача? Наша организация общественная, некоммерческая, поэтому в сферу нашей деятельности прежде всего входит объединение всех желающих состоять в нашей организации ликвидаторов аварий на Чернобыльской. Тех, кто попал под действие 122-го закона по химкомбинату «Маяк», семипалатинские испытания. То есть мы, можно сказать так, объединяем людей по интересу. То есть тех, кто непосредственно сталкивался с этой бедой, кто принимал участие в ликвидации последствий радиационного воздействия. Ну и стараемся оказывать поддержку. Ваша задача как-то помогать, да? Поддерживать? Да, вот у нас уже сейчас с каждым годом все больше и больше членов нашей организации имеют проблемы со здоровьем, поэтому навещаем. Даже простая беседа иногда очень хорошо лечит, бодрит. Кроме этого мы проводим памятным датам мероприятия, то есть все члены нашей организации стараются в эти памятные даты собраться и вспомнить, что было, что происходило. Сколько сейчас у вас человек вообще в вашей организации? 41 человек состоит на учете в нашей организации. В общем, по городу их гораздо больше. Не все участники ликвидации. Ну, 150 вы говорили только чернобыльцев, да? Да, да, да. В общем, сложности те, кто пострадал, гораздо больше в городе живут. Больше, больше. И не только по ликвидаторам по чернобыльской аварии, но и по химкомбинату «Маяк» в городе есть, будем так говорить, жители, которые, ликвидаторы аварии на химкомбинате «Маяк», но не состоят в нашей организации в силу своего преклонного уже возраста. Мы проводим лекции в школах, чтобы дети знали. Ну, мы давайте чуть позже о школьниках конкретно поговорим. 26 апреля во втором часу ночи на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных в течение 10 дней пытались потушить пламя. Два сотрудника АЭС погибли во время взрыва, еще 29 умерли в течение следующих трех месяцев от радиационного отравления. Многие из погибших знали о последствиях, но продолжали работу по ликвидации и предотвращению последующих выбросов. О причинах трагедии до сих пор спорят специалисты. Основная версия – ошибки в проекте и конструкция реактора атомной электростанции, а также нарушение инструкции персоналам АЭС. Еще одной причиной роковых последствий стало замалчивание масштабов трагедии местными властями. В общей сложности в устранении последствий Чернобыльской катастрофы участвовало более 600 тысяч человек со всего Советского Союза. У большинства ликвидаторов впоследствии проявились тяжелые заболевания. События в Чернобыле оставили свой отпечаток на всей карте мира. Радиоактивная туча успела посетить многие уголки планеты. Но больше всего пострадало население Украины, Белоруссии и ряда областей России – Тульской, Брянской, Орловской и Калужской. Число онкологических болезней у детей на этих территориях почти удвоилось. По сей день многие деревни вблизи Чернобыля остаются заброшенными, как и ближайший КАЭС – город Припять, который станет безопасным только через 900 лет. Авария на Чернобыльской АЭС унесла не только тысячи жизней, но и стоила огромных денег, став символом опасности и непредсказуемости атомной энергии. Сергей Владимирович, как вы попали вообще на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии? Я дослуживал последние полгода, в 1986 году. Дослуживал где, срочником в армию? Срочником в армию. Я после техникума попал позже. Получилось так, что до последних полгода по тревоге нас подняли ночью. И отдельный батальон химической защиты я служил, роттохимразведки. То есть вам было буквально 20 лет, да? Да. С гостиком небольшой? Да. Ну и все, в течение двух суток с батальона сформировали полк, загрузили. На поезд, и отправили туда. Так мы и попали. Какие работы вы там выполняли? Вообще конкретно куда вы попали? Где вот как раз граница эта, из зоны отчуждения? Мы попали ближе к границе, да. Станция Овруч. Там выгрузились и уже маршем туда, ближе к реактору Беларусь, Гомельскую область. Там базировались, поставили лагерь. Ну, простояли сутки. Нас оттуда сняли, так как выпали радиоактивные осадки. Облако пошло на нас, и дозиметрический контроль определил, что радиация. То есть это были, вы уже были внутри вот этой 30-километровой зоны, да, ближе? Да, ну мы, да, работали в черной зоне, как бы так, ближе к ней. Задача ваша какая была? Тоже там верхний слой почвы снимать или что? Каждое подразделение занималось своими непредсредственно обязанностями. Кто-то занимался очисткой. Вы лично чем говорите? Обмывкой объектов, снятием грунта. Я непосредственно занимался разведкой. Проверяли точки досконтроля, выставляли посты, выезжали в черную зону, выезжали с госстрахом, туда людей периодически просили нас сопровождать. Каждого, свой поселок, откуда их выселили, остались там и документы, и деньги, и все такое. Периодически позволяли нескольким группам выезжать. Мы их сопровождали, производили замеры. Страшно вообще было, когда у вас тут... Ну, как бы... Или вы не знали, что молодой или еще... Ну, как теоретически-то мы были обучены, но... Когда практически, конечно, враг-то невидим был. Ну, то есть вы имели какое-то представление о том, что действительно это большая опасность? Да, чем это грозит, да. Отказаться было, естественно, невозможно. Нет, но мы служили. Тут уже никакого отказа. Как-то контролировали дозу, которую вы там получили? Да, были у нас дозиметры. Периодически мы их сдавали, но мы не знали о своей дозе, честно сказать. Нам всегда говорили, что все нормально. И сколько вы там пробыли? Почти три месяца. С 13 мая по 19 августа. Ну, когда приехали, как вообще сложилась ваша дальнейшая жизнь? Как-то вот проявилось то, что вы там были? Оттуда, когда приехали, что техника пришла кое-какая, которую позволили нам вывезти с НЗ. Обработкой занимались и ставили вновь на НЗ. Затем нулевой партией меня и еще несколько человек уволили, ну, как бы, как поощрение. То есть награжден был, повышен в звании и уволен в запас. Ну, все, как бы так. Кем вас уволили в запас, в каком звании? Старший сержант. Ну, я служил в учебке до этого полгода. Вот, Чечено-Ингушское АССР тогда, Грозное. Ну, там мы полгода отслужили в учебке. И оттуда я перешел в Волгоградскую область. И там-то служил, пока не попал в Чернобыль. Сергей Леонидович, вы рассказывали, да, уже немножко нам, что вы попали как раз на границу зоны отчуждения, да? Ваша задача была, вы строили забор вокруг этой зоны, да? Да, грунт снимали во дворах, и забор строили. То есть, ну, у каждой дивизии был свой участок по забору, который должен был замкнуться. И забор строили, и грунт переворачивали. И вот, людей тоже, некоторых попытались помочь, которые остались там. То есть, не все уехали. Изредка мы попадались, люди, которые решили остаться все-таки дома, там же. Ну, в общем-то. Сколько вам лет было? Если не ошибаюсь, мне было где-то 22. То есть, это я уже отслужил, уже работал. Просто везде пишут, что, ну, помимо срочников, понятное дело, отправляли только мужчин, которым было уже 35 лет, и было двое детей. Нет, неправда. Неправда, да? То есть, видимо, попадали все. Да, отправляли всех. То есть, в первую очередь, всех военнообязанных, в общем. От и до. И вы просто пробыли там около полугода, да? Нет, меньше. Три с лишним месяца. Ну, что, в месяц? Три с лишним месяца, да. Ну, как вы считаете, вообще это как-то повлияло на ваше мировоззрение дальнейшее, на вас как личность, вот то, что была такая страница в вашей жизни? Ну, скорее всего, да, я думаю. Она на всех, наверное, повлияла. Потому что все равно это какое-то переосмысление и жизни, и отношение к людям. То есть, как же, век живи, век учись. Вот. Поэтому, то есть, скорее всего, да. Потому что, когда оттуда проезжаешь, все равно как-то взгляд на жизнь уже чуть-чуть с другого ракурса, скажем так. То есть, до того было как-то чуть повеселей, побеззаботней. После того, как-то уже стало... Ну, не напряженной, конечно, тоже весело, радостно, нормально. Но с учетом, с учетом опыта, скажем так, уже прошедшего. Поэтому, то есть, как там говорят, на Аллаха надейся, верблюда привязывай. Ну, где-то так. Страшно было, нет, вам лично? Так как таковое, страшного не было. Почему? Потому что... Может быть, стало страшно, когда вы уже пришли оттуда и вообще осознали, где вы побывали. Ну, чем это может заразить? Опасения были даже не о себе, а как бы о детях и дальнейшем поколении. Вот. Там где-то как-то не сработало, что-то не сыграло. Вот это именно... Потому что враг-то не видим. Его так особо... Ну, сказали, ну, должно быть страшно, но ты его не видишь. Ты борешься с врагом, которого нет. Он есть, но ты его не видишь. Поэтому, то есть, тут как бы не очень страшно. Тут страшно, говорю, что будет со следующим поколением. Не отразится ли потом в генетике, вот что страшно, в генетике на следующих поколениях. Средства индивидуальной защиты, вот все это давали? Вам этого хватало или так это все? Были респираторы, противогазы, в принципе. Ну, более так пользовались как респираторами. Ну, а потом привыкли уже и даже как бы... Не одевали. Да, сильно уже. Ну, как сейчас. Так, в таких пыльных местах где-то, да. Да, ну, хотя обрабатывались дороги, да, с вертолетов, машинами поливались. Ну, вы говорили тоже, да, было сокрытие информации по поводу дозы, да, которую получили? Да, при том абсолютное сокрытие было. То есть, как бы их... Я сам был дозиметристом, то есть, и накопители были у каждого, их сдавали времен-времени, их проверяли. Это вписывалось, был вкладыш, это вписывалось в него. Ну, то есть, отдельный вкладыш в военном билете, в конце вклееном был дозы. Вот и последние данные, когда собрали, ну, вот последние данные вдруг исчезли. То есть, уже когда, будем сказать, уже нас демобилизовали уже из Чернобыля, выдали последний раз, ну, то есть, собрали билеты для того, чтобы вписать очередную дозу общую, выдали билеты, в которых этих вкладыш, они исчезли просто. Там есть только место в клейке, видно, место в клейке, но вкладыша, то есть, было сообщено, что они где-то в архивах, то есть, что-то там надо еще пересмотреть, ну, в общем-то, то есть, и все, они исчезли. Ну, нам тоже говорили, все нормально. Да-да-да, все хорошо. В делах норма. Ну, пока были молодые, ничего, как бы, не проявлялось, да, я так понимаю? Конечно, так было. Все это попозже уже. А какова вообще максимальная доза, вот вы знали, которую может человек получить без последствий для здоровья? Ну, до 25. Ну, это сейчас говорят меньше. Тогда у нас было, да, в мирное время 25, военно 50. 25 чего? Рентген. Рентген. Да, ну, как показывает практика там. Я читала, что солдатам объясняли так, что 25, по-моему, там, может, в месяц или в неделю, а на самом деле в год. Нет, это общая доза, она никуда не девается. Если человек получил 25, она накапливается. Если человек получил 25, он с ними ходит. Вот, поэтому она, то есть, да, она не растворяется. Не растворяется. Но дело в том, что разные организмы, разный иммунитет у людей. Кто-то может вынести и 30, а кто-то и 20 не потянет. Поэтому, то есть, сейчас, как я слышал, вот сейчас, в наше время, то есть, сейчас что-то там поменяли, там, то ли 10, то ли 15, ну, не буду врать, но меньше. Тогда было 25 мерное время, 50 военные. Это максимально. Что дальше уже считается, как бы, смертельным. Хотя, такие дозы для кого-то уже были смертельными. Сергей Владимирович, вы как считаете, вот если бы не были бы участником этих событий, вы как-то другим бы человеком были? Как-то это повлияло на вас? Или в силу того, что вы еще очень молодой были, как-то это особо не замечено? Просто какое-то приключение прошло? Не было, да, замечено. Я сам с Карагандинской области, Казахстан, и это недалеко от Семипалатинска. Может быть, сказалось, что мы уже с детства были заказаны. Адаптированы, да? Так что, как бы так, нет. А были товарищи, может быть, которые там погибли впоследствии? Были, списывались мы, да. Были у нас ребята молодыми ушли. Кто действительно с таких вот населенных пунктов, которые далеко, где-то от таких мест, с хорошим климатом, допустим, попали. И, ну, кто в этом разбирался? Ссылки были, да, что под воздействием, побывал, все. Вы говорите, работаете со школьниками, да, то есть рассказываете им о чернобыльской трагедии, рассказываете о том, каким это уроком, да, должно послужить для людей. Интересуются дети, подростки, и какие вопросы задают? Ну, вопросы самые различные, естественно, то же самое. Сколько лет вам было, какие работы выполняли, страшно было, не страшно. Но интерес проявляется, конечно, в ребятах. Очень хорошо мы сотрудничаем с кадетской школой города Нефтьюганска. Ребята молодцы, они по первому зову откликаются на наши просьбы. У них создан музей, они сейчас создают даже специальную, будем так говорить, страничку, именно посвященную чернобыльцам. То есть вы видите, что они неравнодушны, да? Нет, абсолютно, они неравнодушны, заинтересованы и очень доброжелательны, так будем говорить к нам, к ветеранам. У вас тоже такое же мнение? Да, они каждый год практически о нас не забывают, то есть проводят там целый мероприятие для нас, то есть, ну, помнят. Слушают внимательно, да? Да, поэтому, то есть, да, действительно, большое спасибо, они в этом участвуют. Первая радиационная авария произошла в СССР намного раньше чернобыльских событий. Это было в 1957 году в закрытом городе Челябинск-40. Взрыв на химкомбинате «Маяк» еще называют Кыштымской катастрофой. Взрыв на химкомбинате «Маяк» занимает третье место по тяжести радиационных последствий, уступая лишь авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1. В 1949 году в Челябинской области был запущен радиохимический завод по выделению и переработке плутония для производства атомной бомбы. Радиоактивные отходы хранились в емкостях из нержавеющей стали и бетона. В результате выхода из строя системы охлаждения в одной из таких емкостей и произошел взрыв. В атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Территория, которая подверглась загрязнению, получила впоследствии название «Восточно-Уральского радиоактивного следа». В общей сложности здесь проживало около 270 тысяч человек. В Советском Союзе общественность узнала об этом только 32 года спустя. Скрывалась информация и о Семипалатинском полигоне. С 1949 по 1989 на нем было произведено не менее 468 ядерных испытаний. Это обусловило радиационные загрязнения всей восточной части территории Казахстана. Вообще, после Чернобыльской аварии уже прошло 34 года, не говоря уже о взрыве на маяке. Вы чувствуете достаточно какое-то сейчас внимание, заботу со стороны государства, общества? Или из-за того, что проходит все больше и больше времени, немножко это забывается, выросло уже поколение, которое вообще об этом, может быть, не знает, и мало наслышано. Какое у вас ощущение? Раньше была больше забота или это одинаково? Человеческая память свойственна. С годами значимость каких-то событий снижается. Естественно, раньше, имея в виду аварию на химкомбинате «Маяк», это умалчивалось. Маяковцы были приравнены по своим правам к ликвидаторам аварий на Чернобыльской аварии только в 1996 году с выходом 122-го закона. Но сейчас те льготы, которые оговорены с законом, они действуют в той мере, что сейчас. Мы получаем денежную компенсацию, можно так сказать, на оздоровление. Хотелось бы, конечно, чтобы государство уделяло больше внимания. Оздоровлению, да? Оздоровлению. Но выплаты идут. У нас в городе за поликлиникой закреплена наша группа ликвидаторов. Нас курирует специально за нами закрепленный врач-доктор. Мы стоим на учете в соцзащите, соответственно. По возможности получаем санаторно-курортное лечение. То есть вы не чувствуете, что вы как-то брошены, покинуты, да? Ну, этого не чувствуется, конечно, но хотелось бы, как любому другому человеку, хотелось бы побольше внимания. Сергей Владимирович, как, достаточно вам внимания общества? Ну, конечно, хотелось бы побольше внимания к этой проблеме. Но хотя бы так, что вспоминают ежегодно, и митинги проводились. Это вот в этом году в связи с таким событием нашим великим. Немножко не получилось. Да, сорвалось. А много ли среди вас тех, кто действительно относится к маяку и к Смепалатинскому полигону? Именно в нашей организации? Ну, не только в организации вообще, в городе? Конкретно по городу я такую цифру назвать не могу. В нашей организации три человека по маяку числятся, и семи в Палатинске, как два человека. То есть по ним тоже как бы видно, что у них последствия есть для здоровья, да? Да, конечно, конечно. Вот эти традиционные воздействия. Бесследно это не проходит. Ну, они пользуются теми же самыми годами. Ну, я знаю, что вы были маленьким ребенком, да, когда произошел вот этот взрыв на маяке, и вы там жили рядом. Там родители ваши работали? Да, я родилась там, жили мы в 10-километровой зоне от ныне города Озерска, когда... Который был Челябинск-40, да? Который был Челябинск-40. И, ну, детские воспоминания, это темное-серое какое-то день, вечер, не знаю, нас закутали в то время в телогречки, посадили на машины и повезли куда-то. То есть эвакуировали население? Да, население было эвакуировано, причем эвакуировано было только в том, в чем ты был одет. Никаких вещей брать не разрешалось. Обратно вы уже не вернулись или разрешили потом? Обратно вернулись, но уже несколько лет спустя. И вернулись только потому, что рядом был населенный пункт, который не попал в зону радиационного следа. Непосредственно на родину, нет, не вернулись. Вернулись в соседние поселения. Ну, я знаю, что вы выросли, закончили институт и, в принципе, туда же пришли, да, практически на это же предприятие работать? Да, на химкомбинат «Маяк» пришла работать. Не побоялись? Это, наверное, правильно сказал Сергей Леонидович, этот враг невидим. И пока молод, все как-то воспринимается иначе. Да, я на химкомбинате... Груза это не воспринимается всерьез, да? Нет, не воспринимается. Я на химкомбинате «Маяк» проработала техником по промвентиляции 5 лет после института. Непосредственно на объекте, где проводились исследования воздействия радиации. Ну, как вы это в целом оцениваете? Вот ликвидацию, да, последствий аварии в том числе. Это вообще подвиг? В то время мы, наверное, не осознавали, что это подвиг. Мы считали, это само собой разумеющееся, то, что мы должны делать повседневно. Ну, закончили, вот, про себя скажу, закончила институт, должна работать. Государство в меня вложилось, значит, я должна какую-то отдачу сделать. Это было само собой разумеющееся. Ну, и, в общем-то, если, скажем так, на родине, это был сейчас Советский Союз, ну, если, ребята, кто-то, беда, ну, кто-то это должен делать. Почему не мы? Ну, раз мы уже, раз уже нас мобилизовали, ну, кто-то это должен сделать. Само собой, оно не исчезнет, оно и до сих пор еще дает о себе знать немножко. Ну, тем не менее, тогда, тем более, если бы этого ничего не делалось, все бы было бы беда покрупнее. Поэтому, то есть, это было, ну, правда, само собой, ну, так как бы. То есть, ну, такая мораль, что, если не я, то кто? Ну, такая работа. Ну, нужно, поэтому выполняли. Ну, да, тем более у нас вот во время службы, тем более войска такие, ну, как бы уже были готовы. Само собой. Как вы считаете, вообще это возможно, вот, предотвратить в будущем такие трагедии? Или нереально, поскольку человек уже идет, да, в направлении использования, там, атомной, ядерной энергетики? Ну, единственное, что можно, можно только надеяться. То есть, реально, не только можно, нужно надеяться. И хочется надеяться, что в будущем, вот, похоже, вот чего-нибудь не случится. Потому что это, это не игры и не игрушки, это никому не нужно, это, это угроза всем. Тем более, ну, вот такого плана, то есть, вот даже сейчас этот вирус, ну, не буду о нем говорить. Вот, не буду говорить. Ну, а вот такие вот действительно катастрофы, это катастрофы, вот, по большому счету. Поэтому, то есть, это все в руках человека. Дальше все человеческий фактор, в общем-то. Может быть, и не взорвалось бы, может быть, и не было где-то чего-то. Ну, существует понятие человеческий фактор. Вот, я надеюсь, что люди все-таки не будут глупыми. То есть, будут, с этим делом будут работать только специалисты, с мирным атомом, хотя бы, допустим, даже так. И тогда ничего не случится, и надеюсь, что так и будет. Не будет экспериментов, да, вот таких вот. Не желательно, да. Насколько мы, во все тяжкие, нас же не допускает информации, все мы не владеем, как бы. Хотя, в основном, человеческий фактор, конечно, тут. Вы с возрастом уже просто оценили, да, насколько масштаб вообще серьезен этого всего? Ну, конечно. Ну, он и сейчас еще откликается. Вот Чернобыль, буквально, сейчас не знаю, потушили или не потушили, он горел. Вот сейчас, буквально недавно. Правда, не знаю, последнее известие, то есть, потушили или нет. Но, тем не менее, опять он горел. Ну, не сам блок, ну, леса в Чернобыле горели, что тоже не так уже хорошо, в общем-то. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам в программу, приняли участие. И благодарность вам, самое главное, за ваше мужество, за вашу самоотверженность, героизм, который вы проявили при этих событиях. Здоровья вам. Спасибо. И вам тоже. И с наступающими праздниками. Спасибо. На этом пока все. С наступающими вас майскими праздниками. Проведите их дома и будьте здоровы.